Я буду вам читать лекцию про права человека и про их границы. Точнее, мы с вами будем говорить о том, каким образом можно ограничить права человека. Ну вот, собственно, вы видите уже заголовок. Начнем с того, что права человека и все, что с ними связано, это без всякого преувеличения в высшей степени злободневная тема. И я не буду сейчас ссылаться на медийную повестку, на средства массовой информации, на текущий политический дискурс, но так или иначе, те, кто следят за событиями в стране, за событиями в мире, видят, что чаще всего очень многие события, даже самые неожиданные, так или иначе связаны с правами человека и анализируются в контексте прав человека. Соблюдаются они или нарушаются. Но мы начнем с Отечественной Конституции. Далеко ходить не будем. Конституция России говорит про то, что права человека являются высшей ценностью. И обратите внимание, что это статья «Вторая Конституция». Ну вот, что называется, куда уж пораньше-то, и невозможно. По сути, самое первое содержательное положение Конституции России говорит о том, что ваши права, и вы все вместе, и каждый из вас в отдельности – это высшая ценность в нашем государстве. В то же время, обратите внимание на второе предложение, сразу же очень правильно, разумно расставлено к цене. И ваши права – это ценность. А защищать вас и ваши права должно государство. И это его конституционная обязанность. Права человека, они говорят об очень многом. И вот я сейчас набросаю такие, так сказать, грани того, с чем обычно связываются права человека. Но в первую очередь, права человека – это ваши возможности. Ну, например, право на образование. Это ваша возможность получить знания, обрести навыки, получить профессию, потому что так уж устроено человеческое общество, что сегодня без знаний, без умений, без выращенных талантов, воспитанных в себе талантах и способностях, очень сложно себя реализовать. Я думаю, ну, может быть, не все из вас еще это осознали, но вот мы с высоты своих лет и своего скромного опыта все-таки можем сказать, что самое важное – это знания. Вот права человека, они про возможности. Во-вторых, они про желание и чаяние. Права человека действительно позволяют вам мечтать. Мечтать о каком-то идеальном будущем. И воплощать свои мечты и притязать на то, чтобы общество и государство помогало вам в достижении своих мечт. В-третьих, права – они про притязание. И даже про некоторые претензии, не побоюсь этого слова, это такая хорошая претензия с вашей стороны в пользу общества. Я думаю, что не все в адрес общества, я думаю, что не все согласятся с таким индивидуалистским подходом про права человека. Почему индивидуалистский подход? То есть вы уже чувствуете, что когда я говорю о правах человека, я ставлю в центр вселенной человека, и все ворщается вокруг человека. И это, на самом деле, это, во-первых, верно. Во-вторых, мне кажется, что ложено и ошибочно абсолютизировать любой тезис, любое утверждение. Поэтому, когда я говорю, что человек в центре вселенной, это не значит, что нет исключения из этого правила. Но любые ситуации, которые отклоняются от этого подхода, это именно исключение. Это именно исключение. Права человека – это свобода. А свобода – это выбор. Я уже приводил такой пример. Вот у вас выходной день. Ну, во-первых, вы имеете право на выходной день. Во-вторых, вы имеете право свободно распоряжаться своим выходным днем. Вам никто не может указать. Вы вышли на улицу. Вас никто не может задержать просто так, потому что вы кому-то не понравились. Вас никто не может оскорбить только лишь потому, что цвет ваших волос не понравился. Но это не значит, что вас реально не оскорбляют. Если оскорбляют, право предоставляют, возможно, защищать свои интересы. Вы имеете право решать, как одеться сегодня. Вы имеете полное право решать, с кем дружить, кого любить. А может быть, никого не любить. Я хочу жить один, я люблю книжки, я читаю книжки, и мне вообще никто не нужен. Это ваше право. И права человека, они именно про такой свободный выбор. Выбор должен быть не номинальным, не формальным. А выбор, общество должно быть организовано таким образом, чтобы вы могли из множества опций выбрать именно ту, которая вам по душе. А может быть, даже придумать что-то свое. Права, они еще и про справедливость, и про равенство. Очень часто приходится слышать, что нет справедливости и нет равенства. Это нечестно. Вы знаете, есть такое понятие спекулятивное утверждение. Это лицемерное утверждение, когда специально на это утверждение ссылаются, рассчитывая на какой-то экспрессивный эмоциональный отклик, не переводя особо никаких аргументов. Все-таки, вот давайте с вами договоримся. Мне кажется, что большая часть из вас согласится, что каким бы ни было сложно организованным человеческое общество, насколько бы разными мы не были, насколько бы не были разными наши семьи, у каждого из нас есть усредненное представление о том, что правильно и что неправильно. Глубоко лицемерно говорит, что у каждого свое мнение, и поэтому никогда мы договориться не сможем. Международное сообщество давным-давно договорилось, что если это цивилизованное общество, то оно должно проводить хорошие, честные выборы. Если это демократическое общество, власть должна меняться, потому что какой бы ни был хороший человек, какой бы ни был грамотный, если он долго сидит во власти, он теряет связь с реальностью. Такова человеческая природа. Не потому что человек плохой, а потому что так придумано, потому что такова реальность. Я к чему клоню? Например, важно уважать родителей. Даже вот сейчас мы с вами, не договариваясь и не обговаривая правила, понимаем, что честно, что нечестно. Что правильно и что неправильно. Вот права человека, они про такую усредненную справедливость и про равенство. Равенство, в первую очередь, возможностей, а не равенство фактическое. Поэтому да, кто-то едет, кто-то едет на Панамере, а кто-то на маршрутке. Но у каждого есть возможность изменить свою жизнь. Если, конечно, общество справедливое. Права человека, они про ценность личности и про ее достоинство. Это исключительно важно. Все мы знаем, все мы опять-таки имеем усредненное представление о том, что такое унижение человека. Если кого-то как-то оскорбить, некорректно повести себя в отношении человека публично. Все мы так или иначе, или большинство из нас договорились, что это поведение несправедливое, это поведение унизительное. Человек унижен. Права человека, они про то, что нельзя унижать человека. Его достоинство – это высшая ценность. Ну и в самую последнюю очередь, я всегда про это говорю, в последнюю очередь, про это нельзя забывать, но с этого нельзя начинать. Почувствуйте эту грань. С этого нельзя начинать, но про это нельзя забывать. Права человека про ответственность. Да, права человека – это некоторое бремя. Вы знаете, как говорят, свобода твоего кулака заканчивается там, где начинается мой нос. Это вот, например, один из примеров того, что права человека – они про ответственность. Ну и в конце концов, права человека – это пусть и присуще нам вплоть до того, что права человека – они обусловлены биологически. Даже вот такие есть разработки очень интересные. на основе, таким выводом приходят, вы знаете, на основе анализа поведения социальных животных. Вы уже видели моего пса, он тут на заднем плане иногда ходит. И мне кажется, что даже ему свойственны некоторые представления о должном и о справедливом. Вот. Что уж говорить о людях. Права человека – это ответственность. Это важно. Но это то, на чем нельзя замыкать права человека. Движемся с вами дальше. Возьмусь заявить, что права человека – это ваше правовое измерение. Вы представляете из себя то, какими правами вы владеете, какими правами вы распоряжаетесь свободно, не на декларативном уровне, а вот именно в реальной жизни. Права человека, еще раз подчеркну, очень важны. Нужно быть реалистами. И, мне кажется, моя оценка будет справедлива. У нашей страны очень непростая история. Хотя, мне кажется, нет стран с простой историей. Но все-таки таких вот прочных, правозащитных традиций в нашей стране нет. Хотя у нас масса было просвещенных философов, людей высшей пробы, пронизанных идеей человечностью, это историки, философы и юристы. Но, как-то вот, мне кажется, не очень повезло нашей стране. Но, вы знаете, что интересно? Насколько все-таки свободолюбив русский язык? А ведь язык это не просто средство общения. Язык это вербальное проявление нашей сущности. в языке отражаются все проблемы человеческого общества. Я не буду вдаваться в детали. Но, ладно, не буду все-таки это говорить, а то выйду за рамки. Но, смотрите, как все-таки прекрасно в русском языке. Для обозначения права как системы обязательных правил используется то же самое слово, которое используется для объяснения, описания ваших возможностей и вашей свободы. Ну, юристы назвали это право в субъективном и в объективном смысле. Не буду мучить вас терминами. Право это с одной стороны система правил, с другой стороны право это ваша возможность. В связи с этим мы говорим я имею право на. А с другой стороны мы говорим российское право предусматривает что? Вот это идеологическое идейное единство права субъективного и право объективного прекрасно отражено в русском языке. Кстати, любопытно, что во французском языке то же самое. Le droit это право в объективном смысле правовая система. Le droit это право. Но вот в английском языке, кстати, нет. В английском языке law это право именно как законодательство. Грубо если сказать. Как система норм. А rights это субъективный право. Вот давайте даже так скажем, что у нас больше лингвистических оснований к человеколюгию и к правозащите, чем у англосаксов. Движемся с вами дальше. Что вообще есть право? Расхожая фраза мера свободы. И мы сейчас поговорим и о мере, и о свободе. Следуя уже не раз упомянутому подходу, мы сначала будем говорить о свободе, потому что право в первую очередь про свободу. И во вторую очередь про меру. Про меру не забываем, но не ставим ее на первое место. Что вообще есть свобода? Я уже об этом отчасти сказал. Свобода очень важна, чтобы она была недекларируемой, чтобы она была реальной. Мало говорить, что ты свободен, когда у тебя нет возможности сделать реальный выбор, за который тебя никто не покарает. Или вы знаете, как иногда бывает, вроде бы как выбор формально есть, а выбирать-то не из кого. Вот такое вот бывает. Так вот, что есть свобода? Свобода это в первую очередь выбор, я вам сказал, да? Цвет волос вы выбираете, что вы сегодня едите, вы выбираете, куда вы поедете, вы выбираете. И вот вы знаете, слава Богу, мы живем в цивилизованном обществе, и вы знаете, что вы можете выйти на улицу и пойти туда, куда хотите, но вы должны понимать, что далеко не у каждого человека есть такая возможность, далеко не в каждой стране. Выбор это исключительно важная составляющая человеческого достоинства. Второе важное состав действия по своему усмотрению. Вы можете действовать так не потому, что вам кто-то приказал, кто-то поручил, а потому, что это ваше усмотрение, это ваш взгляд на жизнь, и вы имеете право на этот взгляд на жизнь. И еще очень важный момент. Свобода это когда разрешено все, кроме прямо запрещенного. Очень важно. юристы это называют типом правового регулирования общедозволительным и разрешительным. Общедозволительный тип правового регулирования когда делай все, что хочешь, кроме того, что тебе прямо и недвусмысленно запретили. Это достижение общественного прогресса, это показатель цивилизованного общества. Бывают другие ситуации, когда да, ты свободен, но в четко очерченных рамках. ты можешь делать все, что тебе прямо разрешено. Чувствуете разницу? Делай все, кроме запрещенного, делай все, что тебе прямо разрешено. Второй вариант, это очень плохо, это не хорошо. Это не про свободу. Еще мне хотелось бы, вот прекрасный снимок, хотя я не сказал бы, что я к Теодору Рузваку питаю какую-то особую симпатию, снимок просто очень хороший. Из Википедии, кстати, он взят. Теодор Рузвельт это американский президент. Но он внес конечно особую лепту и в развитие американской государственности, и конечно важно то, что Теодор Рузвельт был американским президентом в годы Второй мировой войны. Так вот, именно Теодору Рузвельту присваивают вполне резонно слова о том, что есть свобода и в чем она проявляется. Вот как у нас есть послание президента федеральному собранию, также и в США есть тоже послание от американского президента и в 1941 году представляете себе условия уже Вторая мировая война, 39-й и 45-й год, 41-й год собственно начало Великой Отечественной войны и американский президент выступает с декларацией про то, что лежит в основе прав человека. И он говорит, что в основе прав человека лежат четыре базовых свободы. Я наверное возьму на себя смелость заявить, что эти четыре базовых свободы исчерпывают все разнообразие ситуаций, связанных с правами человека. Какая свобода? Первое, это свобода слова. Исключительно важно, чтобы человек имел возможность говорить то, что он думает. В определенных рамках, конечно. Второе, это свобода совести. Это вообще неограниченная свобода. Вы можете думать все, что хотите. Вы можете даже, к сожалению, думать о том, что преступно. До тех пор, пока вы это не притворяете в реальные действия. Притворяете в реальные действия, понесете ответственность. Но нельзя запретить вам думать. Это то, что даже если очень захотелось бы обществу и государству, невозможно было бы ограничить. Третье важное свобода это свобода от нужды. Права человека, они про благосостояние. Про благосостояние. Вам сложно будет думать о театре и об изучении языков, если ваш холодильник пуст. И нужно быть реалистами здесь. И четвертое важное свобода. Очень актуально. Свобода от страха. Вы не должны бояться. Вы не должны бояться выражать свое мнение в рамках очерченных закона. Точнее, не нарушая закон. Вы не должны бояться думать. Вы не должны бояться выглядеть так, как вы считаете нужно. Вот эти как раз четыре базовых свободы, и, кстати, именно они легли в основу сегодняшней международной правозащитной концепции. Движемся с вами дальше. Обобщая. Вообще, про что права человека? Очень просто, если объяснить. Мне кажется, что права человека, они про хорошую жизнь. И тут, наверное, вы тоже бы сказали, что у каждого свое представление о том, что есть хорошая жизнь. И вспоминайте те аргументы, которые я вам приводил. Нет, есть усредненное представление о достойной жизни, о приличествующем благосостоянии. Я вам хочу привести несколько примеров. Вы знаете, сегодня очень, ну, это не только сегодня, но я думаю, что вы живете сегодня, вы об этом слышите. Некоторые говорят о том, что нет универсальных прав человека. Ну, как так? Вот есть страны религиозных правовых систем, мусульманские государства, есть африканские государства, системы традиционного права. Даже, собственно, согласия быть не может среди так называемых развитых демократий Западной Европы и США относительно того, что есть права человека. Я думаю, что да, в нюансах мы все отличаемся друг от друга, и в этом состоит наше богатство. но все-таки в усредненных показателях мы с вами очень похожи друг на друга, и я бы сказал бы даже идентичны. Именно такой подход дает основание утверждать, что очень важно в вашей предстоящей работе, что существуют международные стандарты прав человека. Они есть, и они работают в любом обществе. Да, я соглашусь с тем, что не каждое государство готово признать однополые браки. А поэтому однополый брак это не международный стандарт. Все-таки какой бы позиции вы не придерживались либо за либо против, нужно быть тут аккуратным и понимать возможности права. Право не безграничено в своих возможностях, и право не про абсолютную свободу, и не про удовлетворение интересов каждой социальной группы. Точно так же, как все-таки люди с ограниченными физическими возможностями не могут стать космонавтами. Но нам всем ведомо, что есть хорошая жизнь, и мы все к ней стремимся. Я вам приведу несколько фотографий. Вот просто внимательно посмотрите на них, посмотрите на детали. Женщина в купальнике, на пляже с наградой, мисс Вселенная, потом там тоже весьма так вольно, фривольно, я бы сказал, даже одетые женщины тоже, вот там с детьми еще даже. Тут вот посмотрите, один из, кстати, обеспеченных, один из миллиардеров, вот, и перед ним тоже танцует женщина. Это Иран. Это Иран. До событий, я могу ошибиться, 79-го года исламская революция. Вот таким был Иран. Мало чем отличается от нас, согласитесь. Это тоже фотографии из Ирана того же периода. Но как-то не создается впечатление, что эти люди прям так замучены тем, что не следует религиозным заветам. А это Афганистан. Тоже до известных событий второй половины 20-го века. В первом случае это магазин аудиопластинок. Фотография ниже это демонстрация женщин. Там собрание за политические права женщин. А вот эта фотография ой, я ее слушайте, гениальную фотографию просто забыл. Нет, я сейчас все-таки отвлекусь и я это сделаю. Вам. Я хочу поделиться этой фотографией. Простите. Я это сделаю. Это очень важно. Это женщина из Саудовской Аравии. Вы знаете, что совсем недавно в Саудовской Аравии женщинам разрешили получать водительские права и водить автомобили. Ну и собственно как-то дефицита ограниченного спроса на эту возможность нет. Вот. Это очень важно. Я прошу. Этими примерами я вам хотел показать, что не надо загонять общество в узкотрадиционалистские рамки и в наши предрассудки о том, что есть хорошо, а что есть плохо для того или иного социума. Все хотят жить хорошо. Все хотят жить хорошо. Дальше с вами идем. Откуда берутся права человека? И еще, кстати, к последнему тезису. Права человека, еще раз скажу, могут быть универсальными, могут быть стандарты прав человека. И поверьте, равное избирательное право при альтернативных выборах, это несомненное благо для любого общества. Все этого хотят. Все хотят, если что-то их не устраивает выходить на улицу и в цивилизованных рамках выразить политический протест. Все хотят говорить то, что они думают, не призывая к ненависти и к вражде. А все хотят получать хорошее качественное образование. Все хотят иметь нормальный доступ к государственной службе. Откуда вообще берутся права человека? Тоже очень важный вопрос, ответ на который лежит в основе современной правозащитной концепции. права человека не нужно связывать с государством. Права человека лучше связывать с обществом. Ваш вопрос, а как пощупать это общество? С государством понятно. Есть глава государства, есть органы власти. А как с обществом быть? Сложно. Кто выражает интересы общества? Сложно ответить на этот вопрос. И ввиду этого сложно ответить на вопрос, что есть источник прав человека. Его он неосезаемый. Он если хотите как некий эфир, который витает в воздухе, который живет в наших душах, в наших сердцах, и который невозможно четко определить. Это исключительно важно. Права человека не дарует вам государство. Задача государства защищать права человека, а не их закреплять. Не надо их закреплять, они существуют. Если государство не закрепит свои конституции, не удосужится закрепить какое-то право, оно все равно у вас есть, как минимум вы можете обратиться в совет по правам человека. Об этом будет вам Евгения Викторовна рассказывать. Так вот, откуда берутся права человека? Я хочу обратиться к одному документу. Всеобщая декларация прав человека. Я думаю, что вы слышали что-то про этот документ. 10 декабря каждый год весь цивилизованный мир празднует день прав человека. И хотелось бы, красной датой в вашем календаре. Почему? Потому что именно 10 декабря Генеральная Ассамблея ООН в 1948 году приняла всеобщую декларацию прав человека. Как, если хотите, такой манифест, выражающий основной каталог прав человека, закрепляющий перечень прав человека. Я бы сказал так, что это 30 пунктов навсегда изменивших мир. Забыл запятую перед навсегда. Поправлюсь потом. Так всеобщая декларация говорит про то, что есть права человека и вообще откуда они берутся. Я приведу несколько формулировок. Они не столь юридизированы, потому что часть из вас только начинает работать с правом. Я думаю, что вы сможете адекватно их оценить. Преамбула это, знаете, такая шапка любого документа в самом начале. Там всегда такие декларативные тезисы, про что этот документ. Так вот, смотрите, что говорит всеобщая декларация. Признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи и равных и неотъемлемых, подчеркиваю, прав их членов семьи, является основой свободы, справедливости и всеобщего мира. Вот это главная идея. Права неотъемлемые. Их никто вам не дает и никто у вас их не может отобрать. Они вам присущи только потому, что вы родились. Вот пророждение как раз статья первая всеобщей декларации. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Нет более и нет менее достойных людей. Преступник, даже самый оголтелый, несет заслуженное наказание, отбывая лишение свободы в тюрьме. но это не значит, что его нужно унижать. Он уже несет наказание, когда его свобода ограничена. Это не значит, что его нужно пинать, истязать и пренебрегать им. Кстати, например, Европейский суд по правам человека, и в России меняется практика на этот счет, сказал, что в камерах, которые рассчитаны на несколько человек, отхожее место, туалет, должен быть как минимум огорожен. Сложно себе представить. И сегодня, кстати, встречается еще. Отхожее место может быть вообще не огорожено. Да, это преступник, это может быть даже редкий маньяк, но, тем не менее, у него все равно остается достоинство. Вы знаете, почему? Он, во-первых, уже несет наказание, пожизненный срок это бывает. Потому что, проявляя уважение к достоинству даже таких людей, мы утверждаемся в собственном достоинстве. В собственном достоинстве. Не нужно быть зверями к тем, кто оступился. Их нужно наказывать. Иногда изолировать от общества, если они неисправимы. А если они неисправимы, то исправлять и отпускать на свободу. В России здорово меняется ситуация. Вы знаете, я могу ошибиться с периодами, но еще лет, наверное, 10 назад, где-то вот так вот, количество заключенных, ну, нет, наверное, 90-е годы. Ну, вот, какое-то время назад количество заключенных в России, население, тюрем, составляло порядка 1 миллиона человек. Сегодня их уже, вот такую цифру я слышал, 350 тысяч. И это хорошо. Потому что не каждого, кто украл мешок картошки, нужно садить в тюрьму. Это не значит, что его нужно освободить и погладить по головке. Есть разные виды наказания. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободными, без какого-то ни было различия. Вы имеете право любить, не любить. Кто-то у вас, наверное, даже может вызывать такое эмоциональное неприятие. Хотел сказать прощение, слишком сильное слово. вас могут не устраивать чьи-то политические взгляды. Вам может не нравиться то, как выглядит человек. Вам может не нравиться его сексуальная ориентация. Но поскольку это не касается вас лично, это не ваше дело. Каждый равен в своих правах, в своих свободах и в своих возможностях. Кстати, очень интересная идея. Недавно смотрел такой материал большой про курильщиков. И вот почему, я все никак не мог объяснить, почему курильщик не имеет права курить в публичных местах. Во-первых, потому что вредит здоровью, но это бабка надвое сказала. Очень интересная идея. Смотрите, в чем заключается. Ты не имеешь права нести свой образ жизни вовне. В каком смысле? Не то, чтобы не демонстрируя его, а влияя своим образом жизни на других. Одним из проявлений этого правила является, ты не имеешь права нести запах в человеческое общество. Вспоминайте разное поведение, разные варианты. Ты куришь. Я нахожусь в личном заведении, пользуюсь дорогим парфюмом. Почему я должен потом вонять твоими сигаретами? Кури дома, сколько хочешь, хоть до посинения. Но вот это, кстати, тоже про баланс. Про баланс прав. Хорошо, движемся с вами дальше. Поговорили. Я думаю, что вы вдохновились тем, что права человека, ну прям вот охота выйти на улицу, на площади, прям прокричать, я свободен. Но давайте все-таки тут умерим пыл мерой. Права это мера свободы. это не просто свобода, это мера. Нет, не буду это говорить. Просто возник... Нет, но все-таки скажу. Действительно очень важно, когда вы понимаете меру своей свободы. Это не нужно понимать как то, что вы действуете в той степени, в какой вам разрешено. Нет. Вы действуете в той степени, в той вере, в какой вам не запрещено действовать. но очень важно, чтобы вы понимали, что делать вообще нельзя. Вам должно быть плевать на то, что делать можно, потому что делать можно все, но вы должны знать, чего делать нельзя. Вот права, они как раз про такую меру. Про такую меру. Есть такой известный американский ученый, это знаете, такие ученые первого эшелона, вот как есть суперзвезды первого эшелона, я не знаю, кто там у вас, не будет, Ладигага какая-нибудь, не знаю, хотя Ладигага это уже не ваше поколение, скорее всего, но не знаю, кого вы любите, Ариана Гранде или еще что-нибудь в этом роде, а, Билли Айлиш, вот. Есть также международники первого эшелона, вот Луис Хенкин один из таких, величайший международник, имя, и он представляет американскую школу международного права. Вот смотрите, как он определил, что есть субъективное право, что есть ваше право. Это легитимные притязания индивида к части определенных свобод и благ, обращенные к обществу. хорошее определение, не идеальное, но почему я здесь привожу, потому что права это не только про вашу личностную автономию и достоинство, права это еще про ваши отношения с обществом, а в некоторых случаях и про ваши отношения с государством. Поэтому очень важно, чтобы в стране был грамотно выстроен этот механизм. Если в стране гарантируются права человека и защищаются, то существует гармония в известной триаде личность, общество и государство при несомненном доминировании личности. Так вот, права это ваши притязания, обращенные к обществу. Действительно, в некоторых случаях бывают такие права, которые вы можете реализовать только тогда, когда вам помогло общество. Ну, право на образование. Да, вы можете читать книжки. Но вам иногда охота получить диплом. Нужно иногда получить диплом. Но если нет системы образования, то государство и общество ее не создало и не гарантируют ее высокое качество, то как быть? Или право на здоровье. Но без медицинских учреждений, знаете, со знахарками далеко не уйдете с лекарями, врачевателями. Это важно. Это исключительно важно. Так вот, эта идея, собственно, она присуща и международной правозащитной концепции, международным стандартам прав человека. Статья 29 декларации, о которой я вам говорил, она утверждает, что это очень важный тезис, который крайне редко встречается вообще в правозащитных документах. Например, в международном пакте о гражданских и политических правах 1966 года, может быть, вы к нему обращались, есть такой договор глобальный по правам человека, там ничего не сказано про обязанности. Может быть, вы что-то слышали про Совет Европы, Европейский суд по правам человека, так там есть конвенция про права человека, там тоже ничего не сказано про обязанности. А вот декларация в этом смысле очень значимый передовой документ. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. Да, замкнуться в капсулу можно, но долго вы так не протянете. Скорее всего. И, собственно, статья 29 дальше говорит про то, как ограничивать права человека. Действительно, права человека приходится ограничивать. Почему? Потому что ваша свобода всегда перемежается со свободой другого человека. И очень важно, чтобы ваши представления о свободе не вылились в то, что вы можете отобрать у первого прохожего то, что вам понравилось. Или чтобы это ни в коем случае не привело к тому, что вы, апеллируя к свободе, будете говорить вообще все, что вам заблагорассудится, деля людей на хороших и плохих. Вспоминайте печальный, отвратительный опыт нацистской Германии. Так вот, статья 29 декларации говорит про то, как можно ограничивать права человека. В первую очередь, права человека можно ограничивать тогда, когда, первое, эти ограничения установлены законом, во-вторых, с целью обеспечения всегда должна быть благая цель, прав и свобод других и общественного порядка в демократическом обществе. Очень важно в демократическом обществе. Вы знаете, механизм ограничения прав человека работает тогда грамотно и правильно, не ущемляя ваши интересы, когда общество построено на демократических началах, когда есть, когда обеспечивается сменяемость власти, когда есть подлинно альтернативные выборы, когда соблюдаются права человека, когда не номинально, а на деле суды озабочены тем, чтобы защитить ваши права. В связи с этим обобщу, ограничение прав человека возможно только при соблюдении трех условий. Первое, права можно ограничивать законом. Не утверждением полицейского и не желанием главы государства, а только законом. Закон нужно понимать в широком смысле. Иногда под законом может пониматься и то, что законом формально не является. Например, постановление правительства. В разных странах разный подход, но важно, чтобы был официальный документ, принятый законной властью, который ограничивает ваше право. Чтобы вы знали, что здесь мое право может быть ограничено, потому что там-то так это прописано. Второе важное условие. Вся должна быть правильная цель. Ваши права должны быть ограничены для того, чтобы вас напугать, приструнить, чтобы не высовывали нос, чтобы лишнего себе не позволяли. Нет. Права человека нужно иногда ограничивать, чтобы, вспоминайте декларацию, защитить права других, и чтобы обеспечить общественный порядок. Каждый будет делать все, что хочет, что получится. И третье соразмерность. Вы знаете, у вас может быть благая цель, но средства-то дурные. Вот в таком случае вы необоснованно ограничиваете права человека. Мало сказать, что я ограничиваю как государство права, потому что, например, хочу засидеть общественную мораль, или хочу обеспечить общественный порядок. Важно, чтобы те средства, которые вы использовали, были соразмерны. И вот, кстати, в рамках текущей ситуации ковидные ограничения, всегда это обсуждается. Ну, возьмем, например, ограничение свободы передвижения, режим самоизоляции. Что обсуждается? Есть закон? Ну, наверное, есть. Не будем вдаваться в детали. Есть правильная цель? Ну, конечно, защита общественного здоровья. Кто поспорит? Важно, чтобы люди не заражали друг друга. Но на третьем моменте мы немного спотыкаемся. А это оправданное средство? Или можно все-таки, или может быть достаточно соблюдать масочный режим? И социальную дистанцию? Да? Но это не наша тема сегодня. Или, скорее всего, это ваша тема, но это вы будете обсуждать самостоятельно. Потихоньку я перехожу к финальной части своей лекции. Финальный блок, я думаю, что минут десять я у вас еще отниму. В связи с тем, как можно ограничивать права человека, они делятся на три больших группы. Ваши права на три больших группы делятся. Первое. Так называемые абсолютные права. Но вообще ограничивать нельзя. Какая бы ни была благая цель, защита общественной морали или еще что-то, вот эти права нельзя ограничивать. Точка, они абсолютные. Вторая группа. Эти права можно ограничивать, но только в терминах прямо предусмотренных. То есть документы говорят, вот я про это дальше скажу. Третье. Права человека можно ограничивать любыми оправданными, подчеркиваю, мерами. То есть в третьем случае у государства очень большая свобода людей. Международное вообще право очень специфически понимает пытки, потому что вот, например, домашнее насилие это пытки, домашнее насилие это зло и это отвратительно. Когда, ну, например, мужчина избивает женщину, это отвратительно, да, состояв в браке, но это не пытки в строго юридическом смысле. пытки, это когда лицо, которое наделено властью в отношении вас, применяет силу против вас, как физическую, так и давление психологическое. Вот это пытки. То есть, когда говорят о пытках, речь имеют в виду о пытках в тюрьмах, в СИЗО. Вот про это речь. Вот пытки недопустимы. Я приведу пример одного из дел. Словили педофила, и все понимали, что вот нужно срочно помочь ребенку, которого он выкрал. И здесь, и сейчас нужно это сделать. И решили, чтобы выудить из этого преступника, подонка на самом деле, информацию решили применить к нему пытки. Вот можно или нельзя? Европейский суд по правам человека говорит нельзя. Во-первых, используйте другие методы. Следственные органы, работайте качественно и грамотно. Нет преступления, которое не оставляет следы. Да? И признание преступника, это, конечно, не царица доказательств, как говорят. Пытки не имеют под собой никаких оснований. Нельзя пытать никакого, даже самого отъявленного головореза. Пытать нельзя. Еще другие примеры. Запрет рабства. Вы не можете быть рабами, вообще никакая бы благая цель ни была. Следующее. Преступление это только то, что прямо предусмотрено законом. Нельзя вас привлечь судить за то, что прямо не запрещено законом. Понимаете? Это третья очень важная гарантия, не допускающая ограничений. Запрет дискриминации. Нельзя дискриминировать людей. Нельзя. Потому что у него другой цвет кожи. Поэтому ты не будешь ходить в эту школу. Это отвратительно. Или, например, большей части из нас, давайте сознаемся, свойственно предвзятое, мягко говоря, отношение к мигрантам. И каждый раз, когда вы себе позволяете, вот такие оценки, вот идут на своем языке, говорят, вот тут только они работают, а в маршрутках только они и водители и кондукторы. Вспоминайте, что ваше поведение отвратительно. И нацистская Германия начиналась с таких мелочей. Дискриминировать людей нельзя. Все люди равны. Но это не значит, что в некоторых случаях кто-то требует особого обращения. Люди с ограниченными физическими возможностями, которых раньше называли инвалидами. Сейчас это слово некорректным считается. Это люди с особенностями развития, так даже говорят. Нельзя говорить, считается неполиткорректным дети-инвалиды. Дети с особенностями развития. Вот так вот. Или, например, беременные женщины. Ну, конечно, они требуют особого отношения, и это не дискриминация. Свобода совести. Свобода совести про свободу мысли. Ну, нельзя вас заставить верить всей душой во что-то. Ну, даже если очень захочется. Хотя история знает примеры, когда государство пыталось заставить людей верить. Следующая группа, я вам говорил, да, вторая. Это права, которые подлежат ограничению, но только прямо, прямо предусмотренных случаях. Например, запрет принудительного труда. Принудительный труд не путайте с рабством. Рабством, когда вы превращаетесь в собственность. Запрет принудительного труда тоже существует, но военная служба принудительный труд, ну да, но он не охватывается этим запретом. А если, например, страна столкнулась с войной и государство объявляет всю общую трудовую мобилизацию, хотите вы или не хотите, пойдете стройными рядами с утра до ночи работать на заводах. Это принудительный труд, но в принципе да, он запрещен? Нет. То есть запрет принудительного труда знает исключения. Прямо прописанные, а не любые. Второй пример. Право на жизнь. Право на жизнь не значит, что ваша жизнь абсолютная ценность, которая подлежит защите во всех случаях. Если на вас нападает преступник и вы хотите защититься, в некоторых случаях вы вынуждены будете применить летальную силу, убить его. И конечно, вы не посягаете на его право на жизнь. А если например в стране бунт, массовые беспорядки это не когда демонстранты вышли с политическими лозунгами. Бунт массовой беспорядки это когда вышли, громят все, переворачивают машины, разграбляют магазины, врываются в квартиры. Вот в некоторых случаях нужно будет применить силу, в том числе и витальную. И это не посягает на право на жизнь. А если сотрудник правоохранительного органа вас задерживает, у него оружие при нем, вы на него нападаете, вроде бы вы безоружный, но вы на него нападаете, и он знает, что если вы сейчас на него нападете, вы можете выхватить оружие, убить его и других. Скорее всего, вам не сдобровать. и ваше право на жизнь не будет тут гарантировано. Третье. Право на личную неприкосновенность, запрет ограничения свободы. Вы можете выйти на улицу и пойти туда, куда вам хотите. И, например, многие из вас наверняка планируют выходные, съездим туда-то с друзьями. Да, это ваша личная свобода. Но есть места, куда вы не можете приехать, например, военные объекты. А если, например, против вас заявлено, не дай бог, обоснованное обвинение. Да? Вас можно задержать и заключить в СИЗО? В ряде случаев да. Вот как раз такая личная неприкосновенность знает конкретные ограничения. Не любые, обусловленные целью и соразмерные, а конкретные ограничения. Если вы обратитесь к любому правозащитному документу, вы увидите список этих ограничений. Например, Европейская конвенция по правам человека, запрет принудительного труда. Это статья четвертая, право на жизнь статья вторая, право на личную неприкосновенность статья пятая. И вы увидите это большие статьи. Они там прям конкретные ограничения А, Б, С. Третье. Это такие самые, если хотите, резиновые права. Вот тут у общества, в лице государства есть возможности ограничить ваши права вне конкретного перечня. Вот тут-то как раз и важно, чтобы была легитимная законная цель, правильная цель, и чтобы средства, примененные к ограничению права вашего, были соразмерно заявленной целью. Но, вот знаете, кстати, я вам приведу пример про соразмерность, чтобы вы видели, как это работает. Европейский суд рассматривает дела против ВИЧ-инфицированных. И вот, например, ВИЧ-инфицированные в России не могли получить вид нажительства. И Россия говорила, что такие составляют опасность для общества. Всех перезаражают. И вот ЕСПЧ сказал, что, ну, во-первых, вы не даете им вид на жительство таким иностранцам ВИЧ-инфицированным. Ну, ваше ограничение предусмотрено законом. Плюсик. Да. Второе. Вы говорите, что вы охраняете общественное здоровье. Плюсик. Действительно, ну, ВИЧ-инфекция очень опасное заболевание. Смертельно опасное. В-третьих, ЕСПЧ говорит, а насколько соразмерны такие ограничения? Не выплесните ли вы с водой и ребенка? Не гребете вы всех под общую гребенку? И ЕСПЧ сказал, что-то я не очень понимаю, как ограничение иностранцам ВИЧ-инфицированным право на получение вида на жительство помогает бороться с ВИЧ-инфекцией. Во-первых, вы же даете возможность им заехать в страну? Даете. То есть, какое-то время они у вас будут жить. Ну, да, если он живет три года, он перезаражает, наверное, большее количество людей. Но все-таки это не аргумент. Он может и за один день перезаражать, за неделю перезаражать столько, что мало не покажется. Второе, с чего вдруг взяли, что любой ВИЧ-инфицированный иностранец будет всех непременно заражать? Чем он в этом смысле отличается от российского гражданина? Вы же не выдворяете ВИЧ-инфицированных, слава богу, из страны? Вы предоставляете и обязаны предоставить им бесплатную терапию. Вот. В связи с этим, я сказал, нет, знаете, что ваши меры неубедительны. Поэтому что-то как-то средства не оправданы целью. И вот какие права могут быть в такой логике ограничены? Свобода слова. Вы не можете говорить все, что угодно. Вы не имеете права призывать к вражде и ненависти. Вы не имеете права в своих заявлениях подрывать основы демократического общества. А демократическое общество, это общество, основанное на а. плюрализме, б. терпимости, толерантности, в. широте взглядов. Поэтому ваша свобода слова, конечно, это, наверное, одно из самых таких обремененных в кавычках прав. Прежде чем открыли рот и что-то сказали, действительно, нужно подумать десять раз. Не все вы имеете право говорить. Свобода вероисповедания. Были очень известные дела в Евросоюзе, когда мусульманское меньшинство настаивало на том, чтобы во время религиозного праздника, я могу ошибиться, как называется праздник, поэтому не буду говорить. Многие поняли. Зарезать барана на площади. Ну, как-то это очень даже шокирующе для светского большинства и даже для христианского большинства. Вот где тут грань? Свобода вероисповедания, конечно, она не безгранична. Свобода собраний, это тоже так. Но не можете вы организовать митинг у здания суда. Нельзя. В большинстве нормальных стран. Нельзя это делать. Суд должен быть должен. Не всегда есть. Но должен быть независимым. И на него не должно оказывать, не гоже на него оказывать давление. Свобода собраний. Не можете вы, например, какой бы пример-то еще привести по свободе-то собраний. Нет, не буду больше примеров приводить. Потому что свобода собраний намного шире, чем свобода слова. Это действительно так. В то же время свобода собраний дает право перекрыть дорогу. К сожалению, почему? Потому что российское законодательство предупреждаю, прямо вас об этом предупреждает. Это противозаконно по российскому законодательству имейте в виду. Но ЕСПЧ, например, считает, что можно в некоторых случаях. Не на три месяца парализовав жизнь города. Но иногда это нужно делать, чтобы власть услышала. Я не призываю вас к этому. Помните, что по российскому законодательству это противозаконно, имейте в виду. По международным стандартам нет, тем не менее. что делать вы мне скажете? Не делать так, как вы считаете нужным, а пытаться изменить отечественное законодательство в правовых рамках. Есть процедура конституционного суда, есть право на обращение в ЕСПЧ. Меняйте практику. Не насилием, а идеей. Неприкосновенность частной жизни. Вот я сейчас сижу здесь в своей квартире. У меня за спиной бегает собака. И мы сами себе хозяева. Кстати, в коридоре кто-то что-то сверлит, я слышу. Я знаю, что он не придет сюда и сверлить не начнет мне. Если мне постучаться в дверь, я даже не открою. Но не хочу. Не хочу. И как важно мне проснуться дома, например, с тем, с кем я хочу проснуться, и чтобы никто этого не видел. Как важно, когда вы собрались с семьей вечером дома, мама, папа, вы, и обсуждаете то, что считаете нужным. И критикуете кого считаете нужным. Понимаете, насколько это базовые ценности, насколько это то, что составляет суть. И как хорошо вашего я, и как хорошо, что большая часть из вас воспринимает это как должное. Вы счастливы, и вы живете в целом в цивилизованном обществе. Но иногда неприкосновенность в частной жизни допускает вмешательство. Прослушивание переговоров. Если есть обоснованные подозрения, что лицо совершило преступление, обыски, да, и как важно, чтобы обыски не использовались произвольно. Понимаете, это вот подбирает саму суть, это подрывает достоинство, потому что это ваш дом. Понимаете, извините, вы не прибираетесь в ванной, и у вас там грязь несусветная, но вам это нравится, и вы полное право имеете на то, чтобы никто этого не видел и не знал, ничего, никого это не касается. Или наоборот, вы все чистите до безукоризненного блеска, и каждый, кто к вам придет, у входного коврика раздеваться должен, а потом надевать тапочки, чтобы своими носками не первой свежести, не замарать ваш пол. Это ваше право, это ваш дом, насколько это базовые гарантии. Но в ряде случаев, в исключительных случаях, право допускает ограничения по усмотрению государства, тут нет исключительного, тут нет исключений. Приведу один из примеров. Я уже завершаю. Это предпоследний слайд. Это одно из дел, рассмотренных против Франции. Девочка, ну, это взрослая женщина, она была усыновлена, удочерена, и у нее были ее законные правовые родители, скажем так. Она потом решила, что я хочу узнать свои корни. Вот хочу, я хочу узнать, кто моя мать. Она обратилась в государство, в органы, предоставьте мне информацию. А мать ее биологическая была против этого. Тоже ее право. Это как-то не очень понятно, но это ее право. И государство встало на сторону вот этой биологической матери. То есть, ваше право знать биологических родителей не безгранично, потому что есть интерес биологического родителя на то, чтобы, как бы это ни звучало кощунственно, не знать вас, и чтобы вы не знали их. ЕСПЧ встал на сторону такой биологической матери. Видите? Баланс. Сомнительный, наверное, с точки зрения некоторых. Но право позволяет решить и эти вопросы. Есть чрезвычайный случай. В стране война. Все вот эти вот ограничения, про которые я говорил сейчас, рушатся. Государство, общество имеют право на чрезвычайные условия откликнуться. Откликнуться. Но даже в этом случае, когда многие права можно ограничить, действуя по правилу меньше-меньшего, то есть еще сильнее ограничить. Например, война. Вы можете, объявлен комендантский час, вы носа не можете показать за дверью вашего дома. Да? Не можете выходить на улицу. Или, например, вы, как иностранный гражданин, будете, ваша свобода, если вы оказались другому государству, будет ограничена. Создадут в человеческих условиях работающий лагерь. Да? Лагерь. И вы, как иностранные граждане, будете там находиться. Называется это интернирование. Чрезвычайные условия. Что поделать? Но даже в этом случае есть непререкаемые права. Ваше право на жизнь. Это не значит, что во время войны можно убить всех иностранных граждан. Запрет пыток. Запрет рабства. Преступление только на основании закона. Право на правосубъектность. Это право признавать вас как субъекта права. Но что значит, что вы субъект права? Что вы существуете для права. Вот вопрос обсуждается. Эмбрион. Субъект права, не субъект права? Некоторые государства, большинство государств говорят, не субъект права. Поэтому право на аборт. Очень этически сомнительный, такая этически деликатная ситуация, но вот право на аборт многие государства признают. Эмбрион не субъект права. Он не существует для права. Мать решает. Вы как субъект права, как живой, взрослый человек существуете для права и нельзя вас убилить. Control X вырезать. Свобода мысли и совести, которую тоже нельзя ограничить даже во время войны. Нельзя лишать свободы за нарушение договорных обязательств. Это про то, что если вы просрочили кредит, вас нельзя лишить свободы. Но это не значит, что вам нужно простить этот кредит. Последние самые две минуты буквально. А кто контролирует? Или а судьи кто? Задаваясь вопросом Чацкого. Ну, во-первых, национальный суд в первую очередь, конечно. Любое ограничение прав человека, даже если оно правомерно, должно быть объектом судебного контроля. Это ваше абсолютное право обратиться в суд и попросить суд проверить, а ну-ка, обоснованы ли ограничены мои права. Если национальный суд не помогает, вы идете куда? В международные механизмы. Совет по правам человека, Европейский суд по правам человека, комитеты по правам человека в рамках ООН. Механизмов сегодня очень и очень много. Ну вот, собственно, последний тезис. Права человека – это несомненная свобода, в ряде случаев абсолютная. Но свобода – это гарантируется тем, что право четко предусматривает меру возможного ограничения ваших прав, в ряде случаев возлагая на вас обязанности. Ну вот, мне кажется, я и так немного злоупотребил вашим вниманием. Я, в принципе, готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Если нет вопросов по аудитории, это говорит о том, что лекция блестящая просто. Я справился со своей задачей. И